Всем привет! В эфире Дети Большого Толка. Программа с яркими сюжетами, удивительными фактами и путешествиями. Весь мир от Барнаула, Алтайского края до просторов космоса. Глаз крауса больше, чем его мозг. Но не спешите думать, что это глупая птица. Просто ее глаза самые большие в мире. А еще они не умеют летать. Вместо полетов эти птицы очень быстро бегают. Их скорость достигает 60 км в час. Знаете, какой большой шаг у этих птиц? 3 метра. А еще они долго живут, до 50 лет. Нет. Страусы – единственные птицы, у которых на ногах всего по два пальца. Кстати, в Барнауле есть целая страусиная ферма, где можно посмотреть на этих удивительных птиц. А знаете, какая мышца у человека самая сильная? Может, вы думаете, что это бицепс? Нет. Самая сильная мышца в человеческом теле – это язык. А вы когда-нибудь видели носорога? Как вы думаете, из чего состоит его рог? Ладно, не будем вас мучить. А сразу скажем. Его рог состоит из уплотненных волос. Вот так. У тигров полосатая кожа, а не только мех. Так что если мы их побреем на лысо, они все равно останутся полосатыми. А это не только интересный факт для детей, но и для взрослых тоже. Его суть заключается в том, что человек в среднем засыпает около 7 минут. Столько нужно потерпеть и полежать, чтобы заснуть. Знаете ли вы, что стрекозы – это отличные хищники? Они питаются комарами и мухами и спасают нас от них. Только жизнь стрекоза длится всего 24 часа. А вы хотели бы обладать какой-то суперспособностью? Например, бессмертие. А вы знали, что такие существа есть на нашей планете? Но тогда почему ученые еще не делали эликсир бессмертия? Потому что эти существа живут на дне океана. И нет, это не спандипоп. Они больно бьются током и очень легко рвутся. Кто же это? Я думаю, что многие догадались – это медуза. Почему же они бессмертные? Ведь если мы узнаем секрет, то вдруг сможем повторить их успех. Медузы настолько древние, что у них нет мозга и сердца. Они развиваются из полипа. А когда заканчивается жизненный цикл медузы, она не умирает, а падает на дно и снова превращается в полип. Удивительно, правда? Конечно, у медузы есть чему поучиться. Вопрос только – как? Продолжаем нашу программу. Впереди рубрика «Рецепт шедевра». В ней художники проводят мастер-классы для детей и учат писать настоящие картины. Смотрим вместе и учимся живописи. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы напишем картину по мотивам Винсента Ван Гога «Подсолнухи». Винсент Ван Гог – величайший художник XIX века. Если мы посмотрим на его картины, то увидим много ярких цветов и резких крупных мазков. Кажется, словно изображение немного дрожит. Ван Гог писал картины в стиле постимпрессионизма. А вот его необычная манера класть краску на холст называется «импасто». Ну что ж, начнем. В картинах Ван Гога много желтого цвета. Это не случайно. Ван Гог приписывал желтому свойство вызывать в человеке чувство радости и жизнелюбия. Однако много в его картинах и синего, и голубого, и фиолетового, контрастного к желтому и оранжевому цветам. Вообще стиль постимпрессионизма отличает декоративность живописи. Что это значит? Это значит, что изображение не обязательно должно быть реалистичным. Оно может содержать обводку, а предметы могут не отбрасывать тень. Много законов классической живописи способен нарушать постимпрессионизм. Зато в нем есть четкие мазки и заметные границы предметов. Кстати, подсолнухи Ван Гога особенные цветы. У него они уже достигли пика расцвета и начали увядать. Они похожи на звезды, падающие звезды, красивые, отжившие свое. Ван Гогу удалось запечатлеть мимолетную красоту природы. И мы надеемся, сегодня и нам удалось прикоснуться к видению этой красоты. Россия – самая большая страна в мире. Она охватывает 11 часовых поясов. Силу своей огромной территории Россия не может обойтись без развитой сети железных дорог. Железная дорога в России – это стальная нить, которая связывает нашу страну. Мы попросили школьников рассказать, куда они хотя бы раз в жизни ездили на поезде или электричке. Поднялся лес рук. Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Казань, до Калининграда и Владивостока. Несмотря на огромную популярность, железная дорога является самым безопасным видом транспорта. Для этого на железной дороге работает очень много людей. И, конечно, немаловажно, чтобы сами пассажиры соблюдали правила поведения на железной дороге. Находиться на объектах железнодорожного транспорта можно только в сопровождении кого? В сопровождении взрослых хором отвечают дети. Сегодня мы на уроке безопасности на железнодорожных путях. Ведущие показывают детям отрывки из популярных мультфильмов, где главной темой является железная дорога. И задают вопросы. Дети с интересом и радостью отвечают и участвуют в конкурсах. Очень важно донести школьникам мысль, что железная дорога – это место повышенной опасности. Здесь нужно внимательно соблюдать правила. Нельзя бегать по железным дорогам. По железнодорожным путям. Абсолютно верно. Нельзя залезать на поезд, потому что ты можешь где-нибудь там зацепиться и уехать очень далеко. Да это-то ладно уехать далеко, а там же еще и электричество. Нельзя бегать по железнодорожным путям. И если ты упал на железные пути, надо немедленно покинуть эту зону. Нельзя заходить на ограничающую линию. И нельзя играть возле железнодорожных путей. Если ты ездишь на поезд, то нельзя бегать, нельзя высовываться в закрой и нельзя упакать у трагителей на железной дороге. Уроки безопасности на железнодорожных путях проходят в апреле во всех алтайских школах. Главная цель – не допустить несчастные случаи с детьми и подростками, научить их правильно вести себя. В нашем крае много сел, которые находятся рядом с железнодорожными станциями и электричками. На сегодняшний день у нас в Алтайском крае и на всей западно-сибирской железной дороге проходят месячек уступить дорогу поездам. Это традиционное наше мероприятие, которое мы проводим ежегодно. Главная его цель, безусловно, не допущение случаев травмирования детей, подростков на железной дороге. Наши специалисты сегодня в течение этого месяца, в течение апреля активно ходят по школам, особенно те школы, которые находятся рядом с железной дорогой. Мы встречаемся с родителями, с детьми, рассказываем, просим, убеждаем, чтобы правила соблюдались и трагедии у нас в Алтайском крае с детьми не было. На уроке безопасности школьникам подарили браслеты и раскраски от РЖД. Кстати, акция «Уступи дорогу поездам» продолжается. Специалисты железной дороги и транспортной полиции весь апрель будут приходить в алтайские школы. Тем более, впереди майские праздники и летние каникулы. В это время особенно важно напомнить детям, что железная дорога – это не место для игр. Главное, чтобы все были живы и здоровы. Давайте и мы повторим эти правила. Никогда не играйте на рельсах. Это очень опасно. Переходите пути только в специальных местах – по пешеходным мостам, тоннелям или переездам. Перед тем, как ступить на рельсы, обязательно убедитесь в том, что вдали нет поезда. Ждите, пока поезд полностью остановится. И только потом спокойно переходите. Не ходите по путям в наушниках. Вы можете не услышать приближающийся поезд. Не забирайтесь на вагоны и не лазьте под ними. Не отвлекайтесь на телефоны и другие гаджеты. Во время перехода через пути следуйте инструкциям сотрудникам железной дороги. Шмель в несколько раз больше пчелы. Он громко жужжит, а потому звучит устрашающе. Так ли мохнатые шмели опасны? Если их не трогать, они безобидны. А если шмель все-таки вылетел из своего бомбедария? Ну да, то олья о бомбедарии по вашей вине. Вот если вы все-таки встретились в неравной битве со шмелем, то вам стоит знать, что жалят они очень больно. Более того, на их яд может быть аллергия. Вот шмель вас ужалил и уже летит обратно. Как вдруг к вам навстречу несется ученый и восклицает. Невозможно. Почему это маленькое создание летает? Раньше считали, что полет шмелей противоречит законам аэродинамики. Расскажите, ведолаги, что уже давно наказано, что шмели полностью покорны законам физики. С этим разобрались. Вот шмель наконец-то долетел до гнезда. Но вдруг он зависает. Знайте, что сейчас он либо проветривает свое гнездо, либо согревается, потому что ему холодно. Теперь вы знаете все, что нужно о шмелях. Улитки не могут похвастаться острым зрением. Мир для них размут. И они лишь способны различать день и ночь. Но этот недостаток с лихвой компенсируется другим органам чувств. Абонянием. Для сравнения у нас всего 400 обонятельных рецепторов. А у улитки их около 10 тысяч. А еще эти неторопливые создания могут жить так же долго, как и грозные амурские тигры. В среднем продолжительность жизни улитки составляет 15 лет. Стоит отметить, что среди них есть свои рекордсмены. Некоторые виды, например, виноградная улитка, могут прожить до 30 лет. Перейдем к легким планеты. Ими обычно называют зеленые леса, которые производят кислород, необходимый нам для дыхания. Но знаете ли вы, что на самом деле основной кислород производит океан, а не лес? Да, водоросли вырабатывают 80% всего кислорода на Земле, а леса всего 20%. Конечно, спасением лесов по-прежнему нужно заниматься. Сдавать макулатуру, прирабатывать мусор и спасать деревья. Но сегодня мы расскажем еще о нескольких важных способах, которые помогут нашей планете. И чтобы совершить экологическую акцию и выйти на субботник, вам нужен только смартфон. Бывает ли у вас такое, что вам нужна всего одна фотография, а вы делаете несколько и думаете, лишнее потом удалю? И не удаляете? А может у вас на компьютере множество ненужных файлов? Так вот, все они наносят вред нашей планете. Как это происходит, сейчас расскажем. Любые файлы, которые хранятся на ваших устройствах, потребляют не только память, но и энергию смартфонов и компьютеров. Цифровой мусор – это ненужные скриншоты и файлы, неудачные фотоснимки, залежи электронных писем, бесконечная простыня истории браузера. И цифровая уборка поможет в спасении планеты. Ваши ненужные файлы попадают в облачное хранилище. Они перегружают центры обработки данных по всему миру. А ведь обработка данных по-прежнему сопровождается потреблением электричества и сжиганием топлива, выделяющего в атмосферу токсичные вещества. Общий углеродный след от хранения данных сопоставим с авиаперелетами. Поэтому к файлам на телефоне и в компьютере нужно относиться осознанно, не думая, что их никто не увидит, а думая о всей планете. Цифровую уборку удобно проводить по тем же принципам, что и обычную – сортировка, избавление от лишнего и организация хранения того, что еще пригодится. Распределите однотипные фото по папкам. Выберите лучшие снимки, а остальные удалите. Стоит избавиться и от лишних приложений, особенно если вы не открывали их больше года. Еще одна кладезь цифрового мусора – папка, в которую попадают загруженные файлы. Удаляем. Следующий этап очищения от цифрового пространства – удаление временных файлов, открытки от друзей и родственников, документы и изображения, которые больше не пригодятся. Все это оседает в памяти гаджетов мертвым грузом, увеличивая ваш цифровой след и мешая нормальной работе устройства. А еще – чисто там, где не мусорят. Например, одно отправленное электронное сообщение в среднем приводит к выбросу 4 мг СО2. Задумайтесь об этом, когда решите разослать всем друзьям фотографии или написать «спасибо» тому, кто сидит в паре метров от вас. Разумнее загрузить файлы в облачное хранилище и поделиться ссылкой или поблагодарить человека лично. Кстати, любой школьник может помочь нашей планете. Главное – перейти на осознанное потребление. Сортируйте мусор и отдавайте его в переработку. Экономьте воду и закрывайте кран, когда намыливаете руки или посуду. И выключайте свет и электропереборы, когда они не используются. На сегодня это все. Но наша программа уже работает над новым выпуском. В нем вы узнаете много интересного о космосе и о нашей планете. Интересные факты из биологии, географии, химии и физики. Сможете проверить свои знания и получить вдохновение к учебе. В общем, увидимся через неделю. Любите науку и смотрите нашу программу «Дети большого толка». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!